Я сейчас поставила ему литическую смесь, антибиотик. У него была очень высокая температура, 41,4. Это очень много. Я просто идиот, что я не забрала его вчера. Я просто думала, что это дикий котёнок. Я снимала видео, что он там сидит, а он оттуда и не уходил. Вот. Если вы помните, я вот нашла мёртвого котёнка на том же самом месте, просто идентичного... Господи, как правильно сказать? Котёнка, который точно так же выглядел, как этот котёнок. И он тоже был толстенький, розовенький. Я не могла понять, почему он умер. А дело, наверное, в том, что, во-первых, высокая температура. Когда у них высокая температура, они не спят, не едят. Вот. А у этого ещё он ртом дышал, пока я ему нос не почистила и не закапала туда називин. Вот. Может быть, из-за голода. Тогда ещё были очень сильные морозы. Короче, я пока посадила его в переноску, сделала ему всё необходимое. Я накормила его немножко насильно, напоила. Но оставлять его было нельзя. Котёнок, думаю, ласковый, ручной. Ну, в смысле, не ласковый, но ручной. Дикого бы я так не взяла. Вот. Немного напуганный, уже немножко расслабился. Вот. Оказывается, ринатрихид всё-таки очень опасная болезнь, как оказалось. Я просто не знала, что от неё животные могут так умирать. Я думала, только от кальциевироза, там, от малейки и других. А вот оно как получилось. Что вот происходит? Люди просто думают, что, ну, кошка родила, можно уехать зимой, и животное выживет. А вот, получается, один умер, я его нашла, и вот второй бы умер, если бы я не забрала. Я, конечно, очень жалею, что я вчера...